Лечение от коронавируса оздоровление жителей Ак-Тюбе не ограничивается. Так, на минувшей неделе в Триатлон-парке проводилось спортивно-оздоровительное мероприятие. И чтобы участвовать, им нужно было зарегистрироваться через гугл-форму, и взнос по 3 тысячи, и все эти деньги, которые мы собрали, уйдут на благотворительность, потом также будут категории женщины и мужчины, есть дистанция 5 километров и 10 километров, и в этом еще включены волонтеры нашей лиги. И все мы вместе ради одной цели благотворительности будем сегодня бегать и помогать всему миру. «Кто рано встает, тому Бог подает», – гласит одно старинное утверждение. А потому с первыми лучами солнца 10 октября на просторах Триатлон-парка уже можно было наблюдать некоторый ажиотаж, в том числе и музыкальный. Музыка всегда была хорошим решением для старта спортивного мероприятия с точки зрения эмоциональной зарядки. Но не стоит забывать и про физподготовку, ведь марафонский забег – это серьезное испытание, которое преодолеть не так-то просто. И готовиться к забегу нужно с полной ответственностью. Однако испытание марафоном носит в том числе и развлекательный характер, ведь положительные эмоции являются неотъемлемой частью таких мероприятий. А участие в данном ЛВ-марафоне стало еще и возможностью внести свой вклад в благое дело. Я сам являюсь студентом 11 класса, были именоваться в лицее. И когда мы решили организовать благотворительный забег, первым делом было, чтобы молодежь, побольше людей занимались спортом, вели здоровый образ жизни. И во-вторых, чтобы все эти собранные деньги мы перевели на благотворительность, чтобы людям мы сделали добро, им помогали. Каждый из нас волонтер на самом деле. Мы с самого детства помогаем бабушке вещи таскать. И я тоже с самого детства помогал своим соседам, взрослым людям. А сейчас уже я делаю более такие большие проекты, как благотворительный забег, который мы сейчас сегодня организуем. Он у вас первый такой опыт? Да, первый опыт. Организаторами масштабного марафона выступили простые актюбинские студенты лицея, которым не исполнилось и 18 лет. Но уже в таком юном возрасте они стремятся приложить все усилия, чтобы сделать жизнь окружающих лучше. И сотрудники волонтерских организаций активно помогают им в афишировании благотворительной деятельности. В начале из-за того, что у нас карантинные меры, мы первым делом обратились к спортоотделу города Актибе. И они вначале сказали, что красную зону мы не можем организовать. Но со временем, из-за того, что город Актибе перешел в желтую зону, мы решили, что мы можем организовать через предложение Ашах. У всех участников должно быть зеленый статус на предложение. Члены движения Лиги волонтеров не могли оставить без внимания попытки ребят организовать марафон. И охотно помогли им с этим. Доброе утро, уважаемые участники марафона. Сегодня по инициативе молодежи, студентов, школьников Лиги волонтеров Актибе мы проводим такой утренний забег. Сегодня принимает участие около 60 участников. В нем есть и дети, и взрослые, и профессионалы, и просто любители. Ну и в первую очередь это те, кто соревнуется в благих делах, потому что наш марафон это благотворительный. Для информации хочу сказать, что общий сбор составил 123 тысячи тенге. Это ваши деньги, которые Лига волонтеров потратит на благотворительность. Активисты Лиги волонтеров вот уже два года занимаются организацией подобных благотворительных акций. И кто, как не они, способны собрать под аркой триатлон парка десятки небезразличных к благим делам людей. Подготовительные процедуры закончены. Все участники занимают стартовые позиции, и забегу дается старт. На фоне непрекращающихся новостей о коронавирусе, цвете карантинной зоны и постановлениях с запретами и разрешениями, действительно ярких событий в жизни нашего города происходит в последнее время немного. И жители таким событием безусловно рады. Это очень нужно здесь. Воздух чистый, паразитный. Кислорода здесь хватает, с удовольствием получаешь огромные хорошие положительные эмоции. А время проведения здесь, а если проводить его еще и активно, то это будет вообще хорошее место. Это уже центр притяжения всех здоровых людей. И когда утром выходишь часов в шести здесь заниматься, видишь, что люди всех возрастов стремятся быть здоровыми, счастливыми, получать с утра хорошие, позитивные эмоции, то заражаешься от них этой энергией и с удовольствием потом несешь ее весь день. Не только мероприятия на свежем воздухе привносят разнообразие в жизни актюбинцев. События по скрашиванию досуга происходят у нас и в торгово-развлекательных центрах. Мы собрались здесь на Аниме Дэй. Это день, посвященный любителям аниме. То есть в любых городах поклонников аниме очень много. Не только аниме, но и манги. И при этом очень мало мероприятий, на которые они могут пойти, развлечься. И поэтому мы решили его организовать. До этого еще одни организаторы Есет и Аслан, они здесь сделали аниме-кон на 3000 человек. Весь город об этом знает. И вот сейчас мы решили устроить уже фестиваль поменьше, но с такой же атмосферой. Аниме – это стиль рисования родом из Японии. В наши дни любому желающему в интернете открыть доступ к сотням тысяч мультфильмов и сериалов, нарисованных в данном стиле. И число фанатов у данного жанра – огромное множество по всему миру, в том числе и в актюбе. Также писать ответы в порядку. У нас был сегодняшний аниме-фестиваль второй по счету в этом году. Как отмечают организаторы, в этот раз им удалось выйти на новый уровень организации подобных мероприятий. Ведь фанаты аниме собирались в нашем городе и в былые годы. Но только теперь у них есть возможность погрузиться в атмосферу жанра сразу по нескольким направлениям. Здесь с утра до вечера будет проходить кинопоказ, будет викторина с денежными призами, конкурс косплея. Также с утра до вечера здесь настольные игры и ярмарка аниме-товаров. Организовывается с целью того, чтобы молодежь могла приходить, развлекаться, брать для себя что-то новое, знакомиться с новыми ребятами, ну и так далее. Косплей – это конкурс первоплощения в персонажей из мира кино или игр. Фестиваль косплея является признанным во всем мире масштабным развлечением. Я выбрала в книге персонажей из аниме «История ужасов Джюци Ито» Сойчи. Это мальчик, он слегка странноватый. У него такие отличия есть, что он плются гвоздями и всегда всех проклинает. Также у него, почему он гвозди всегда держит во рту, потому что у него в крови не хватает железа. Вот, это так. А как это выглядит, когда гвозди в рот? Да как сюда ходит? Ну, вот так вот сюда ходит, так. Отлично. Бикольно. Основной задачей косплея является наиболее точно передать образ своего персонажа через костюмы, мимику и манеру поведения. Я выбрала этого Сойчи, потому что, ну как бы, то, что я вяжу игрушки, это совпадает, то, что он дружит только со своими игрушками, куклами. Я выбрала этого персонажа, потому что это, ну, подходит и ко мне, и к моей работе. Да, одним выстрельным двух зайцев убило. Отлично. И можно сказать, он вам ближе к подушке. Да. Так сказать. Чтобы выполнить задачу по демонстрации своего персонажа, косплеерам очень важно изготовить правильный костюм. Это тут всего лишь три элемента. Это воздушный пластилин, палочки деревянные, простые, и бумага, вот, свечи делались. Это тоже деревянные палочки, лак, и фетр есть еще, тапочки. То есть гвозди у вас не металлические? Нет, вы что? Зубы испортила бы. На фестивале Аниме Дэй собралось несколько десятков косплееров. Пародированию подвергались абсолютно разные персонажи из мира аниме. И возрастных ограничений на участие в конкурсе не было никаких. Главное тут – сноровка и желание. Кого косплеите? Это из «Лан Пачмана» «Стальная бита». Как долго ушло? Сколько времени заняла подготовка? Дней? А, неделю. В чем заключалась подготовка? Что вы делали? Это мой любимый персонаж. И я посредством косплея хочу его популяризировать. Вы как, костюмы сами шили или как-то заказывали? Нет, очень простой костюм. Можно в любом магазине найти. Кроме биты. Я ее сама рисовала, ну, красила. Добрый день. Можно вас узнать, зачем вы сюда пришли сегодня? Подурачиться, да. Подурачиться. Как здесь вам? Весело, правильно? Да, очень. Чем занимались? Убивали друг друга. Как? Убивали просто косой бутылкой. Бегали друг от друга. У вас такой костюм интересный. Вы кого пародируете? Можно? Я персонаж из токийского гуля. Суджу и джуза. Гуля? А это безумный бог. Я, то есть безумного бога. Как долго ваша подготовка? Неделю. В чем заключалась процедура подготовки? В косу. Как? Я нашла у себя новый материал, склеивала, резала, красила. Конкурс косплея на фестивале проводился в формате демонстрации сценки перед зрителями. И среди порядка 30 участников жюри конкурса выбирали победителей, которые награждались денежными призами. Я отвечаю за все конкурсы, которые сегодня проходят. Сегодня у нас аниме-квиз, викторина. Также у нас будет конкурс косплеев. И везде будут денежные призы. То есть кто будет лучшим, тот заберет денежный приз. То же самое и конкурс косплеев. У кого будет лучший костюм, кто себя лучше всех проявит. Также будет конкурсная часть, где будут танцевать, либо показывать какое-то шоу. Они тоже получат призы. То есть тройка лидеров. Танцевальная часть это в конкурсе косплеев? Да, они могут, они сами знают, что они делают. То есть они могут танцевать, они могут петь, какое-то шоу. А могут просто выйти и показать свой костюм. А члены жюри уже будут определять, кто был лучшим. То есть здесь главное даже не только яркость костюма, но только его подать. Да, главная подача, как себя проявят участники. От этого тоже очень многое зависит. Также на фестивале проводилась и викторина среди фанатов аниме-стихии. Страсти за получение денежной награды в конкурсе были накалены до предела. Про викторину задаются вопросы по аниме. То есть из каких-то, возможно, отсылки какие-то, какие-то серии, какие-то факты. Задаются вопросы и выбираются. Сегодня не командами играют, а каждый сам за себя. То есть мы определяем одного лучшего анимешника. И, собственно, он и является победителем. Будет тройка лидеров определена и тройка лидеров получит денежный приз. Но не только демонстрации своих актерских или интеллектуальных способностей могли увлечься гости фестиваля аниме-дэй. Организаторам помогли с украшением мероприятия, также и продавцы товаров в аниме-стилистике. На ярмарке в целом у нас очень много разных магазинов. Также мы делаем ярмарки для того, чтобы поддерживать малый бизнес в октябре. Потому что у нас есть много маленьких магазинчиков или люди, которые своими руками что-то делают. И когда устраиваются большие ярмарки, они, соответственно, могут больше зарабатывать. Мы делаем это для поддержки малого бизнеса. Также к нам приезжают гости. Допустим, у нас с Алматы есть гости, мерчендайский зет. Приехали, заинтересовались. В целом для развития всего. При лавке ярмарки фестиваля аниме-дэй включали в себя брелки, наклейки, картины, различные игрушки и многое другое. Что-то из этого создавалось торговцами вручную. Что-то заказывалось из Алматы и зарубежья. Нас пригласили на ярмарку, на фест. Мы уже второй раз здесь находимся. Раньше было 26 июня. Мы были тоже приглашены. Тоже вот так открылись. Было очень много людей, очень много продаж. Было очень классно. Мы вообще гиг-магазин с товарами для Marvel, DC, аниме и как бы все товары для фанатов. Спрос на продукцию подобных магазинов возрастает, когда проводятся ярмарки на фанатских фестивалях. И в плюсе остаются как продавцы, так и покупатели, у которых появляется возможность сразу приобрести с прилавков то, что вне фестивалей они могут получать только на заказ по интернету. Здесь у нас находятся разные блокноты, скетчбуки по аниме. Также есть вселенная Гарри Поттера. Галстуки, фенечки, ручные работы. Мы как бы сотрудничаем с разными магазинами. Также ручные маски у нас есть. Нигде таких нет. Это ручная работа из папье-маше. Такие вот брелки всякие, маски для сна, маски тканевые, как раз коронавирус самое то. Тут уже вот брелки всякие разные, тату переводные есть даже. Вот так вселенная даже Marvel есть у нас, EDC. Есть фигурки вот такие, фангопоп. Такие вот фигурки. Это тут есть даже вселенные с ужастиками всякими. Пила, Фредди Крюгер есть. Есть такие вот по аниме. Помимо красочных фигурок и плакатов именитых персонажей, на прилавках ярмарки продавалась и текстильная продукция. Также у нас есть вот такие вот сумки-шоперы тканевые. Тоже по разным аниме. Есть такие вот плащи с Наруто Акадски. Есть даже вселенная Гарри Поттера. Факультет Пуфиндой. Бижутерия, картины, текстиль и многое другое. Однако спросом пользовался далеко не каждый элемент аниме-культуры. Я лично продаю здесь вот эти вот три картинки. Остальные стипы продает она. Вот так вот. Они еще ничего не купили, но я очень старалась их рисовать. Еще ничего не купили, но очень старалась. Да. Может быть еще носок, а что я буду рисовать и принесла листочки. Может быть. Может быть. Если вот это вот продам. А что рисуете? Персонаж из аниме. Но вот это лично та кошечка, которая на ютубе стала популярна. Поэтому я решила ее нарисовать. Все подходят, ее берут, смотрят, но не покупают. Ну вы не отчаивайтесь. Еще везде впереди. Отлично. Девушка, вы чем-то продаете? Стикеры, наклейки. Разные. По-разному аниме, там, арты всякие. К примеру, вот этот. У меня довольно хорошо берут. Я пришла, у меня было очень все забито, а сейчас уже вот более-менее как-то свободно. Даже если некоторые товары не пользовались спросом, торговцы ярмарки сохранили позитивный настрой и не пожалели о том, что пришли на фестиваль и похвастались своей продукцией. Когда-то было принято, что аниме смотрят, возможно, какие-то отсталые, кто-то так читал, я не знаю, но на самом деле это новая культура, которая набирает обороты. И сейчас, действительно, как вы видели, летом проводили здесь аниме-кон, и там было 1200 человек на аниме-коне, представляете? И сегодня аниме-дэй, немного не такой формат, но то есть сегодня людей поменьше, где-то ориентировочно 500 человек на этом мероприятии. Но тоже очень много любителей аниме, и эта популярность аниме с каждым годом растет. А пандемия не влияет на количество? Нет, пандемия не влияет, потому что только зеленый статус наших проходит сегодня, поэтому все нормально, все вакцинированы, все отлично. Организаторы мероприятия – молодые, амбициозные ребята, которые стремятся делать наш город интересным и тем самым не допускать оттока молодежи из Актюбе. По их мнению, уехать из скучного места может каждый, а вот сделать это место интересным настолько, чтобы все захотели здесь задержаться – это уже искусство. Смотрите сейчас. Здесь получается пустое пространство, мы используем его как можем, чтобы исследовать его, чтобы понять, какие этому городу нужны мероприятия, что людям интересны. И в будущем, уже в марте, у нас откроется здесь культурный хаб. Как раз-таки это и есть главный организатор – мост. Здесь будет внутри каворкинг, кофейня, библиотека, зона для йоги и танцев. Здесь получается огромная территория на 1200 квадратных метров. И это все будет в использовании. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!